так вот я готовила пирог это будет отдельный рецепт пирог с малиной вот и тут маленький кусочек остался здесь у меня маленький пирожочек со смородины черный тут очень очень получился вкусный но и 10 единственное тесто надо было посласть и тесто у меня на сметане посмотрите обязательно мой кулинарный рецепт мне будет очень приятно снова его посмотрите оцените напишите какие-то комментарии доедаю сейчас еще сыну дам сын тоже покушает занимаюсь готовкой все для вас решила заморозить лучок на даче набрала его так мне много у меня там еще мешочек тоже есть немножечко он уже подсох сейчас мы кончики срежем и будем его резать хочу заморозить его и на лето и на зиму пока у нас есть лучок его хорошо добавлять картошечку пример я очень люблю кстати добавлять картошечку вот замораживать я в этот раз буду в мешках потому что оказалось очень неудобным именно в контейнерах сейчас покажу вот таких контейнерах я раньше замораживала купила их фикс прайсе но оказалось неудобно когда их очень много там то есть сложно оттуда вытащить когда их мало но тоже бывает по разному бывает тоже сложно вытащить поэтому я решила в мешках мешках поудобнее можно немножечко мешок подождать он там в тепле полежит и просто там разломать на куски и все очень удобно в таких контейнерах она удобно какие-нибудь типа как варенье делать и замораживать приготовлю мешочек и начнем резать крошить наш лучок слезы потекли блин и когда много зеленого лука слезы текут блин так необычно обычно от репчатого лука нифига себе я не думал никогда что могут потечь слезы так ну вот я лучок наш порезала положила по мешочкам вот здесь я уже воздух высосывал как его высасывать есть отдельный ролик у меня на канале там я все показываю рассказываю вот и сейчас я тоже буду отсюда высасывать воздух и замораживать и потом когда заморозится если он мне понадобится его вытащу и вам покажу как он получается а воздух высасывать нужно обязательно потому что если его оставить то когда вы его вытащите но у вас будет как как единая каша вот а так он еще может быть будет отдельный посмотрим пью я кофе вот у нас черная карта на него делал обзор сначала мне не очень понравился а сейчас в принципе как обычный кофе смотрите у меня тут получается как кофейный гуще вот как бывает гадают помните наверное фильмы клон где там журай догадала жадина кофейный гуще вы знаете я каждый раз пью кофе и каждый раз думаю блин когда она получится так же почему меня так нету нету вот и все ну я не знаю ну что то тут вот в этот раз что-то другое потому что я пила частями обычно я залпом просто выпиваю и у меня вот остается вот это то что вот внутри кофейная гуще она получается либо в виде мороженого либо платье такое облегающее либо сердечко вот то есть у меня три вида и все вот сегодня поскольку я пила частями вот оно получилось что есть вот тут на стеночках что-то принес батюшки как-то быстро сгонял а лед тебе уже не нужен да сын блин смотри держи все у нас в воде теперь вот не знаю тут подобие какой-то не знаю пишите мне в комментариях как можно нужно так выпить кофе чтобы на стенках что-то получилось такое же как в фильме клон залпом нет подождите залпом я пью у меня не получается частями вот я пила ну блин там знаете ощущение было такое как будто его так вот размешали так вот хоп ших и вылили куда-то ну для фильма наверное было так сделано но я не знаю напишите кто как вообще гадает вернее на кофейной гуще не знаю либо вот в этом вот сказать какие-то рисунки ну блин я не вижу здесь ни на что похоже у меня есть кстати даже книжка по-моему с кофейной гуще итак приготовила я вчера хлеб у нас всю ночь лежал кверху так вот пузиком здесь он уже довольно такой жесткий бывает прям поджаристый вот в этот раз не получилось поджаристый но зато вот тут сверху посмотрите какой он красивый ну немножко вот тут сорвало его вернее прорвало вот но в целом посмотрите да он очень красивый даже вот местами он как-то так поджаристый где вот бугорки вот эти вот все очень красивый тут он немножечко вот вылез в принципе такое бывает если немножечко перестоит когда про него забудешь он может вообще вылезти вот на него как я его готовила выйдет отдельный ролик это у нас чаобата со специями и какие там были специи вы узнаете в отдельном ролике вот так же еще вчера я готовила сливочное масло вам обещала его приготовить наверное вы помните ходила я на рынок в предыдущем влоге и вот наконец-то у меня получилось оно желтенькое поскольку сейчас май в мае когда покупаешь сливки сметану делаешь из них сливочное масло то оно получается желтенькое если зимой покупаете оно будет беленькое вот сейчас даже в принципе пример покажу вам наглядный вот смотрите это вот я делала тоже сливочное масло это мое первое сливочное масло делала я зимой тоже в каком-то влоге я вам рассказывала что покупала сливки чтобы сделать но я решила сделать сначала попробовать сама получится у меня не получится чтобы в следующий раз знать и в следующий раз вот я сделала с вами вот видите оно вообще совершенно разное то есть получается зимой там у нас коровы едят всякое сено сухая трава безжизненная да получается у нас беленькое масло а в мае в середине мая летом у нас уже корова кушает травку зеленую вкусную сочную и соответственно у нас получается сливочное масло тоже желтенькое красивое и поскольку я приготовила сливочное масло для вас я решила конечно же сделать хлеб чтобы сливочное масло попробовать вместе с хлебом насколько оно получилось вкусным вот ну этот у меня уже заканчивается он в морозилке у меня лежит все сливочное масло вот я сейчас попробую я его уберу в морозилку вот потому что в ближайшее время я не планирую его кушать просто он у меня вот так лежит в морозилке и знаете что самое интересное такое масло выходит гораздо дороже если вы его купите само масло у молочницы если у вас допустим есть своя корова вы можете сами то есть собрать сливки это будет гораздо дешевле то есть ну в принципе вы ничего не платите вы платите только за покупайте питание для коровы и то есть она дает вам молоко и за сепаратор то есть вы его тоже покупаете он там недорого стоит и крутите там вот то есть вот так вот это выходит довольно дорого либо есть знаете у мамы во дворе была молочница она где-то за килограмм вот такого масла именно вот килограмм масла 300 рублей стоило это довольно дешево вот она вообще большая умничка все продает довольно дешево и творог и сметану и молоко у нее все очень-очень безумно вкусное вот и конечно люди пойдут куда там где дешевле а у нас к сожалению таких нету масло все продают очень дорого и мне не нравится знаете то что они продают его круглым его неудобно резать а та женщина продавала его таким вот длинненьким просто клала в мешок как бы заворачивала вот оно было такое длинненькое и его вот так отрезать очень удобно было вот ну к маме мне рано утром идти лень поэтому хотя не знаю нужно будет как-то наверное дойти как-нибудь посмотреть продает она там сейчас или нет вот и естественно продают такие вот круглые продают в основном дорого у нас на рынке такой вот небольшой кружочек полкило где-то или килограмм наверное килограмм по-моему да это килограмм был это я еще хотела купить года три назад у нее килограмм до масла стоил шестьсот пятьдесят рублей представляете шестьсот пятьдесят я подумала блин я на шестьсот пятьдесят могу купить два килограмма масла а тут мне предлагают один килограмм масла нифига себе мне чуть глаза на лоб не налезли вот ну это сделала сама здесь где-то кусочек по-моему сливочное масло у меня вышло вернее это сливки у меня вышло на сто тридцать рублей сто тридцать или сто восемьдесят вот что-то такое я не помню ну получился вот у меня такой кусочек за сто восемьдесят рублей ну это довольно конечно дорого я считаю вышло всего лишь то тут вон как мало еще пахта осталась немножечко там сейчас я покажу вот она у нас пахта я ее перевела вот так вот ой она уже кстати немножечко начинает отслаиваться сливочки но она свеженькая капельки свеженькая вот я из нее думаю приготовить блинчики хотя конечно блинчики здесь получится буквально я думаю два-три блинчика наверное давайте так напишите мне в комментариях сколько получится блинчиков из такой пахты здесь у нас сто пятьдесят миллилитров где-то сто пятьдесят сто шестьдесят миллилитров ну немножечко конечно добавлю может быть водички может добавлю может нету совсем капельку вот потому что когда делаешь блины добавляешь туда водичку получается повкуснее немножечко вот когда я уже буду мешать кстати контейнер из фикс прайса очень удобный контейнер их закрываешь а на них по-моему у меня нет обзора ну то есть вот получается пахты сто пятьдесят миллилитров и здесь масло мы с вами его взвешивали в отдельном ролике да его вес есть в отдельном ролике где я его показывала как сделать сливочное масло обязательно посмотрите очень интересно я для вас очень-очень стараюсь всегда делать все ролики вот и как раз смотрите маслица у нас получается хлеб он такой довольно мягенький вот он мягкий хотя бывает каждый раз по-разному бывает очень мягкий хлеб бывает не очень мягкий в прошлый раз у меня хлеб сверху подгорел немножко и вот здесь была корочка поджаристая и когда я его вытащила эта поджаристая корочка просто была невероятно вкусная на следующий день конечно уже другая он полежит в мешочке вот но вот этот хлеб я сделала вчера вечером вот так его перевернула и всю ночь вот до утра сейчас вот уже у нас обед уже пол третьего вынула вынула я его вчера по-моему как раз я его вынула из формы где-то в районе трех часов ночи и считая половина суток они уже лежат вернее он уже лежит половина суток и ничего смотрите он нормальный мягенький пахнет просто обалденно пахнет как магазинный хлеб прям как магазин знаете когда я начинала печь первый раз в этой хлебопечке раньше я пекла только хлебопечки может быть из-за этого запах был совершенно другой не такой как магазинный хлеб абсолютно другой сейчас в принципе я сменила дрожжи я пеку на дрожжах потому что они так удобнее сейчас покажу пекут на таких дрожжах они стоят 5 рублей по-моему в Ашане здесь 12 грамм то есть в других дрожжах обычно делают сейчас 9 грамм 8 грамм но при этом они стоят там 10-15-12 рублей а здесь прям 12 грамм хотя честно говоря я не взвешивала но я думаю не должны обмануть вот и стоит 5 или 6 рублей дешево очень стоит сразу покупаю их побольше мне они очень нравятся и самое главное что нету запаха дрожжей в хлебе и он вообще отсутствует то есть с другими дрожжами я готовила у меня запах дрожжей был вкус дрожжей это было очень неприятно а здесь вообще нет мне очень они нравятся вот хотя состав дрожжей что-то тут на английском написано до 26 мая они у меня или а нет с 26 мая производства так вот такие вот и когда я еду в Ашан я сразу покупаю 20 пакетиков чтоб мне хватило на хлеб как раз самое то как бы как-то раз давно я делала сама дрожжи добавляла там что-то по 100 грамм что-ли каждый день в итоге я в конце концов про них забыла и они у меня протухли я могу забыть действительно про что-то могу напрочь вообще забыть то есть что-то делать одно и то же каждый день я не могу мне надо что-то делать разное вот так вот такой у нас маленький вкусный набор получился